Красавица-актриса Наталья Солдатова известна по многим проектам, особенно по сериалу «За всё тебе благодарю», где она исполнила роль Анны Терёхиной. После выхода этого проекта Наталья стала очень популярной, а её карьера взлетела вверх. И так оно и было поначалу, но затем она стала реже сниматься, а вскоре и вовсе почему-то пропала с радаров. Наталья Солдатова родилась в обычной московской семье в феврале 79-го года. Её отец был инженером, а мама – заучим в обычной школе. Кроме дочери в семье воспитывался ещё сын, который, кстати, впоследствии повлиял на формирование характера Наташи. Надо отметить, что в детстве Солдатова была очень любознательным и энергичным ребёнком. Она не хотела учиться, а часто ввязывалась в драки и проявляла большую смелость, чем мальчишки. Также уже тогда она очень любила творчество, любила балет и мечтала поступить в хореографическое училище. Танцам Наташа посвятила более 9 лет. Конечно же, после школы она подала документы в Гетис и поступила. Учёба давалась ей легко, а в 2000 году она получила красный диплом. Что касается кинематографа, то её дебютная роль прошла в картине «Мама». Она сыграла роль стюардессы, а партнёрами Солдатовой были Мордюкова, Машков, Меншиков и Миронов. И ещё во время студенчества актриса вышла замуж за своего однокурсника по имени Алексей. Мужчина получал уже третье образование. Молодые люди сразу понравились друг другу, поэтому со свадьбой решили не тянуть. В этом союзе у них родилось двое детей, поэтому Наталье на какое-то время пришлось оставить профессию. Она вернулась к съёмкам лишь в 2003, исполнив роль в сериале «Сибирячка». В 2008 году Наталья стала многодетной мамой, ведь у неё родился третий ребёнок, которого назвали Леонид. И будучи многодетными родителями, Наталье стало трудно сниматься, ведь надо было больше времени отдавать семье. В настоящее время Солдатова изредка, но появляется на экранах и в различных телешоу. Она прекрасно выглядит в свой 41 год. Также у неё счастливый брак, который держится уже более 20 лет. И если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждём от вас комментариев, что вы думаете по поводу нашей героини, её жизни и творчестве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!